Я очень рад и, откровенно сказать, удивлён тем, что так много в зале людей и должен сразу предупредить, что в моём выступлении, как и подобает любой лекции, будет изрядная доля академического занудства. Я буду говорить на одну из тем, которая меня интересует. Эта тема называется «Кратко Пермь», и она связана с тем, со смыслом Перми прежде всего. То есть то, что меня интересует в Перми, это те смыслы, которые сопряжены с нашим местом, где мы живём, и которые сопровождают это место в памяти русской культуры. Вот такая преамбула достаточно, теперь я перейду к делу. Тема, тема такая, она звучит не совсем обычно, и поэтому мне придётся немножко расшифровать. Я сформулировал тему так, Пермь как место русской памяти. Вот слово «память» и слово «место» здесь очень важны. Место памяти. Это понятие «место памяти» появилось не так давно в историографии мировой. Его ввели французские историки. Есть такой замечательный французский историк Пьер Нара, который ввёл развлечение истории и памяти. Нация живёт не только историей, не столько историей, сколько, вообще-то говоря, воспоминаниями об этой истории. А истории и память категории в высшей степени различные. И в истории господствует последовательность. События за событием, эпоха за эпохой, имя за именем. А в памяти всё существует одновременно. И в нашем сознании вся история представлена не в виде последовательного текста, вот «от а до я», а в виде памятных мест. То есть память имеет свою картографию. В памяти есть места, какие-то сгустки сознания, воспоминаний, которые объединяются вокруг исторических событий. Вот таким местом памяти для французов является Жанна Дарк. Таким местом памяти для французов является Ватерлоу. И таким местом памяти является Париж, например. Всё это места памяти. И они присутствуют в сознании каждого человека, каждого француза, и обеспечивают, поддерживают его национальную историческую идентичность. Пьер Нора совместно с громадным коллективом историков, в него входило около ста человек, они подготовили монументальный во Франции труд, пионерский. И он вышел в течение девяностых годов. Он называется «Места памяти». Это, по сути дела, энциклопедия французской исторической памяти. Семь монументальных томов, которые разбиты по принципу энциклопедии как раз на статьи. Другой француз, Жорж Нева, предложил эту идею применить к России и порассуждать о русской памяти. И, надо сказать, весьма энергично и успешно он этим стал заниматься, обеднив уже тех людей, которые пишут о России, здесь, в России. Вот я проимонстрирую том, первый том, который называется «Места русской памяти». Он вышел в Париже в издательстве «Файя» в прошлом году. Этот том посвящен географии русской памяти. То есть, по сути дела, вот тем местам пространства, которые мы все с вами помним. Вот я вам скажу слово «Москва» и мгновенно у каждого из вас, даже у того, кто в Москве был очень давно, возник в таком же представлении, сгусток памяти. Я скажу слово «Петербург» и будет то же самое. Я скажу слово «Арзамас» и тоже у каждого завяжутся какие-то смутные воспоминания об этом месте. Вот это и есть тема моей лекции. Она будет опираться на то эссе, которое вот по просьбе Жоржа Нева я для этого французского издания написал, но уже в более конспективном изложении. Пермь как место русской памяти. Сразу возникает проблема, когда мы начинаем говорить о Перми как месте русской памяти. Как ее, то есть, какие смыслы инвестированы в это место? И даже по-другому можно спросить, а вообще Пермь существует как место русской памяти? Как на этот вопрос ответить? Это вопрос, в общем-то, методы, да, как этим заниматься, как искать эту память. Я думаю, нельзя спрашивать у пермяков о том, потому почему, почему. Потому что пермяки, во-первых, пристрастны, они слишком любят то место, где они живут и будут преувеличивать и фантазировать. А второе, пермяки не столько помнят свое место, сколько его знают. Вот в чем дело. Они его знают. В Перми ведь краеведение такая вот местная достопримечательность. В Перми много краеведов, в Перми масса краеведческих изданий и много знаний о Перми. Но это совсем не значит, что это помнят другие люди. Как тогда искать пермскую память? И вот я предлагаю совершить такое путешествие по текстам. Я филолог, и поэтому от комментирования текстов я никуда не уйду, этим займусь. Так вот, как искать? Значит, надо спрашивать тех, кто в Перми никогда не бывал. У кого о Перми существует самое смутное понятие? Для кого Перми — это нереальное место, а только имя, только звук, только туманный след в памяти. Поэтому свое выступление я построю как комментарий к двум текстам. К тексту Иосифа Бродского и к тексту Владимира Набокова. Эти имена гарантируют полную чистоту эксперимента. Потому что заведомо для того и для другого Перми — это только имя. И если они употребляют в своем тексте слово «Перми», для них это только след памяти. Вот я объясняю свой метод. А теперь к делу. Начинаем с Бродского, с Иосифа Бродского. И искать пермь на карте русской памяти мы начнем вот с его помощью. Пермь неожиданно появляется в седьмой строфе его венецианских строф. Замечательный, блестящий текст 1982 года. У кого-то он на руках есть, я привел там полностью текст. Но мы остановимся на одной только строфе, на седьмой. Это кульминация всего текста. Я его прочитаю. Он хорошо звучит. Так смолкают оркестры, город сродни попытки воздуха удержать ноту от тишины. И дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, плохо освещены. Только фальцет звезды, меж телеграфных линий, там, где глубоким сном спит гражданин Перми. Но вода аплодирует. И набережная, как иний, осевший на до-ре-ми. Гражданин Перми – это, конечно, Сергей Дягилев. Здесь гадать не стоит. Но сразу возникает вопрос, почему Дягилев, а не кто-нибудь иной появляется в этом тексте? Почему не Стравинский? Почему не сотни других русских, которые жили в Венеции, писали о Венеции? Почему не Павел Муратов? Почему, собственно говоря, Дягилев? И более того, Дягилев в этом тексте, гражданин Перми, остановится незримым центром Венеции. Над ним фальцетом поет звезда. И этому пению, метафорическому пению, аплодируют воды каналов. Нетрудно заметить, что в изображении ночной спящей Венеции, я начинаю отвечать на этот вопрос. Почему Дягилев, собственно говоря? Откуда Дягилев? Зачем Дягилев? Нетрудно заметить, что в изображении ночной спящей Венеции доминирует тона карнавала, праздника догоревшего, театра утишего. Этот карнавал уже ушел с улиц, и от него остались только тени, только смутные воспоминания, только звуки, висящие в воздухе. Венецианский карнавал. Где они все теперь, эти маски, полишинели, перевердни плащи, восклицает Бродский? Куда все это исчезло? Вот эта важная строчка, это ключик к ответу на вопрос. Дело в том, что эта строчка в пятой строфе очень прозрачно для филолога отсылает к Ахматовской поэме «Безгероя», где петербургская ночь вернувшейся памяти, а это поэма памяти, поэма воспоминаний, изображается как раз в колорите венецианского карнавала. Вообще о связях Венеции Бродского с русской поэзией Серебряного века, и в частности с поэмой «Безгероя» уже написано, поэтому я не буду здесь детали комментировать, это очень специальные вопросы. Поверьте на слово. Картины Серебряного века в поэме «Безгероя» приобретают у Ахматовой карнавальный венецианский колорит. Там масса персонажей, вся портретная галерея Серебряного века воскресает, как бы, это такой ночной кошмар или ночная греза Ахматовой. И эта сцена напоминает сцену венецианского карнавала в поэме. Дягилева нет среди массы поэмы, но дыханием дягилевского балетного мира вся поэма пронизана. Вообще это имя Дягилева для Ахматовой было очень важным. Она даже видела свою поэму, как дягилевский балет. Она даже пыталась писать либретто по поэме «Безгероя». Она видела ее в танцевальных ритмах. Вообще балет для начала века – это особая тема. И дягилев для Ахматовой всегда был максимально сгущенным и концентрированным выражением духа карнавальности Серебряного века. Вот так мы отвечаем на этот вопрос. Траектория попадания дягилев в венецианские строфы, вродского такова. Через Ахматову и ее сона Венеции, который грезил весь русский Серебряный век, дягилев попадает в эту Венецию. Потому что он одна из эмблем Серебряного века и одна из эмблем русского венецианского текста. Здесь все понятно. И дягилев у Бродского, снова подчеркну, это не просто один из покоящихся Венеции. Он фантастичен здесь. Это спящий демюрг от горевшего карнавала. Над ним поют звезды. Над дягилевами, от кем-нибудь другим. То есть он как бы представляет Венецию. Парадокс, да? Венецию представляет русский импрессариум. Поэтому в окружающем безмолвии, противостоя наступающей тишине Ахматове, только над местом его успокоения, поет фоэцетом «Звезда» и ей аплодирует водоканалов. Но дальше второй вопрос. Итак, дягилев. С дягилевым все понятно. Только он мог появиться в Венеции Бродского. Но второй вопрос, и более важный для нас. Почему дягилев входит в текст Бродского не прямо, а опосредованно? Через такую отдаленную географическую метанимию. Что такое перь в судьбе дягилева? Это с десяток лет. Он здесь провел детство и отрочство. Потом он ехал в Петербург. И дягилев начинает сидеть в Перми, а в Петербурге. Но Бродский вспоминает почему-то перь. Гражданин Перми. Зачем Бродский вспоминает о Перми? У поэтов такого ранга нет лишних слов. Каждое слово – это конденсатор смысла. Это такой нервный узел ассоциации. Почему гражданин Перми? Почему не дягилев прямо? А посмотрите на детали, которые сопровождают появление дягилева в тексте. И я вновь прочитаю вам эту строфу. Так смолкают оркестры. Город сродни попытки воздуху удержать ноту от тишины. И дворцы стоят, как сдвинутые пепитры, плохо освещены. Только фальцет звезды, меж телеграфных линий, там, где глубоким сном спит гражданин Перми. И слушайте. Но вода аплодирует. И набережная, как иней, осевший на до-ре-ми. Только появился гражданин Перми, как сразу повеяло холодом. И мерцающая набережная покрылась куржаком инья, осевшего на застывшей музыке. Перми, слово перми и память пермская, принесла в собой в текст дыхание севера. А если сформулировать в культурном смысле точнее, не просто севера, а гиперборейского севера. Один из русских мифов начала века. По этой эпохе, та же Анна Ахматова, тот же Осип Мандельштам, цитаты, из которого пронизывают все венецианские эстрофы, считали себя гиперборейцами, идентифицировали себя к поэтам севера. Гипербореем назывался журнал «Акмистов», где они печатались. Но одягили в том, он гипербореец, в сугубом смысле, по месту своей жизни, по месту рождения. И дело, конечно, тоже важный нюанс, совсем не в скромном провинциальном городе, который во времена Дягилевского отрочества мирно спал в передней культуре. Как выразился о своей родине другой известный пермиак, писатель, талафил и масон Михаила Саркина. Дело в другом. В чем дело? Дело в магии имени Перми. Пермь. Изначально в памяти русской культуры Пермь – это далекая языческая земля, страна тайн, скрытых сокровищ и магических инспираций. Мифическая снежная биармия. А только потом уже город. В десятом где-то ряду. Константин Бальмон, побывавший в Перми в 1915 году, свой мимолетный визит отметил строчкой «Я был в биармии великой». Да, как поэт, он оказался не в городе провинциальном, а в месте великой памяти, которую фиксирует имя города. Вот этой Перми для Бродского гражданином был Дягилев. Для Бродского Дягилев пришелец магического севера, родины инспираций, вдохновений, шаманства, тайного знания. И этот пришелец с севера, Гитербореец Дягилев, становится демиургом этого южного карнавала. Вот такой парадокс. Теперь переходим к более комментариям. Чтобы понять, как складывалась вот такая грандиозная ипостась пермской памяти в русской культуре, нам придется заглянуть в очень отдаленные времена. Ведь по историческим меркам Пермь – это очень молодой город. Пермь – это новостройка XVIII века. Пермь возникла реформа по чисто административным причинам, когда во множестве строились новые города, новые губернские центры. Екатерина II провела губернскую реформу. Порадовались новые центры. Вот так и так возникла Пермь в силу государственных надобностей. Но важнейшее обстоятельство рождения Перми, что отличает ее, состояло в том, что месту новому и в сущности пустому в историческом смысле. Тогда, в 1881 году, было дано древнее, уже насыщенное историко-культурной памятью имя. Город принял на себя груз этой памяти, как свое собственное предание. История города Перми в этом смысле и до сих пор да так. Это история попыток врасти в память своего имени. История попыток отождествиться с этой памяти. Известная письменная история имени Пермь ко времени учреждения Перми уже насчитывала не менее восьми веков. Впервые имя Пермь встречается уже в XI столетии. В древнейшем нашем письменном памятнике, в начальной летописи, в перечне племен, населявших северо-восточной окраиной Руси. А с XIV века в летописи, в грамотах и указах появляются топонимы. Пермь Стареводская и Пермь Великая. То есть Пермь в древности это страна и народ. Вот такова семантика этого имени. Но Пермь не суждено было остаться в русской культуре простым этно-топонимом. Каких масс? По крайней мере дважды. В конце XIV столетия и в XVIII веке Пермь попадала в фокус интенсивной саморефлексии русской культуры, обрастая постепенно плотной символической аурой. Так вот, эти два эпизода, очень важные для понимания нашей темы. В последней части XIV столетия в унисон с Куликовской битвой началось крещение языческой Перми. То есть Русь двинулась на восток, в общем-то говоря, вот в этот момент. Это движение возглавил тогда пассионарный священник Стефан из монастыря Григория Богослова в Ростове Северном. Одержимый идеей апостольства, Стефан прошел сотни верстов в Доль рек Винь, Вычегда и Сысала с проповедью Евангелия. Следуя примеру первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, Стефан изучил язык пермяков, создал азбуку и перевел на пермский язык книги. К язычникам и обращался на их родном языке. Возможно, это и определило успех его проповеди. Стефан создал пермскую епархию и стал первым епископом Перми. Он умер в 1396 году. И тогда же вот эта история, поразившая современников, стала темой большого и памятного в истории русской культуры произведения. В конце 14-го столетия один из самых замечательных книжников Древней Руси, Епифаний Премудрый, кстати, любопытно, Премудрый, это ведь анаграмма имени Перм, да? Прем-Перм. Написал житие Стефана Пермского, он так и назвал его, Пермский. То есть Стефан получил сразу имя Пермский. Хотя к Перми он, вот к нынешнему, вот к этой пермь-юнниковой отношению. Для русского читателя рубежа 14-15 веков Пермь, надо понимать это, была неизвестной страной, терра инкогнито. И чтобы рассказать о Стефане, Епифанию потребовалось о Перми. И житие Стефана оказалось у него также повестью о языческой стране. Пермь-Епифания, что такое Пермь-Епифания? Это таинственная, неизвестная языческая страна. Цитирую текст. «Иде же поклоняются идолам, иде же веруют в кудесы и в чарования». Сочинение Епифания – Пермь и топику русской культуры, как одно из ее символических мест. Благодаря Епифанию представление о Пермской магии и колдовстве стало отличительным знаком места. Второй эпизод, когда вторая волна исторической культурной термизации Перми пришлась на XVIII век. В это столетие Урала и рост и превратился в крупнейшего в мире произведения металла. Вот тогда он стал опорным краем державы. Причем промышленное освоение Урала сопровождалось изучением его географии, истории и этнографии. Вот тогда, во второй половине XVIII века, и возникла поэтическая идея о родстве Перми и легендарной страны Би-армии. Впервые об этом заговорил шведский полковник фон Страленберг. Он оказался пленником после Полтавского сражения и долгие годы провел в Верхнем Прикамье, уже в наших землях. Он изучал местные языки древности и пришел к выводу в этом изучении, что Пермь Великая в русских летописях – это есть не что иное, как страна Би-армия. Что такое Би-армия? Би-армия – это страна, которая неоднократно упоминается в скандинавских садах, как какая-то таинственная страна на северо-востоке, куда викинги ходили за серебром, за мехами и где похищали местных красавиц. Причем эта страна лежит вдоль большой реки, жители страны поклоняются идолам, а эти идолы украшены, уцыпаны серебряными монетами, чашами, блюдами и так далее. Вот эта идея о том, что Пермь – это Би-армия, она очень понравилась в России. Понятно почему. Она резко увеличила древность и права на первородство. Эту идею приняли Ломоносов и Татищев, историки XVIII столетия. В итоге было едва ли не общепризнано, что, цитирую популярные сочинения XVIII столетия, Пермия получила себе наименование от древней Би-армии, которая еще до приходу в Россию варяжских князей, вот идеология, то есть до всяких рюриков, до приходу в Россию варяжских князей управлялась собственными князьями, военными делами и успехами в древности, приобретавшими себе славу. Скорее всего, вообще-то, Би-армия – типичный историографический фантом. Такая же неведомая земля, как Гиперборея. Никаких научных данных в ее пользу не существует. Но человек живет не только фактами, он живет мифами. И мифы для него гораздо более интересны и важны, чем факты. Научная критика нисколько не повлияла на популярность идей. И Пермь охотно усвоила биармейский миф. Кстати, характерно, что одна из городских улиц наших, нынешняя Плеханова, выходившая на каму, называлась Биармской. То есть старая Пермь сознавала себя частью какой-то другой земли. Объектно рассказывали путевые очерки Мельникова, автора романов «На горах и в лесах», и мамина Сибиряка, старого недоброжелателя Перми, новой, но большого любителя Перми старой, биармейской. Он совершил поездку на север Пермской области, написал замечательный совершенно очерк, до сих пор не потерявшийся его значения, под названием «Перми старая». Биармейскую легенду подпитывали и рассказы Епифания. Он ведь тоже писал о языческом культе, о поклонении идолам и так далее. А также местные предания от Чубернии повсеместно так называли народ, который населял при Камье в дохристианский период. Молва связывала чуть с подземным миром. Чудины вообще-то вот по тому фольклору, который сохранился, чем-то на пропискового средневековья. Они рыли глубокие штольни, добывали руду, плавили металл, рассказывали о чудски заколдованных кладах. Это повсеместное фольклорное предание, клады таинственные, которые никто не может найти. И о том, что отказавшись принять крещение, чуть ушла под землю, похоронила сама себя. Вот такой таинственный, странный, подземный народ, вошедший в фольклор. Орел архаики, таинственной древности и магии, которая приобрела перь благодаря Епифанию, биомийскому мифу и преданиям о чуде, поддерживалась археологией вообще-то. В 19-м и 20-м веках на территории Пермского края были обнаружены тысячи литых, медных и бронзовых фигурок, животных и ажурные пластины с искусственно стерилизованными изображениями медведей, воссей, птиц, рыб, людей и богов. Это русский зверинный стиль. Предметы пермского звериного стиля открывают мифологический мир древних пермяков. Осознительно и взывают к воображению многофигурные композиции с изображением монументальной богини-матери, окруженной узорами сплетенных людей, упирающей ногами ящеров, а вот здесь пауки, хтонические существа подземного, тайного, неведомого мира. А вверху люди-лоси, обитатели верхнего мира. Вообще-то надо сказать, что этот стиль остался до сих пор. Семантика и функция изображений этих до сих пор не получили сколь-нибудь убительной интерпретации. Они остаются тайной. И в этом, собственно говоря, главное для нас значение. Вот так в ореоле тайной магии складывалась историческая память Перми. У всех оттенков этой памяти был единый вектор. Пермская мифология оперирует подземным глубинам. Это дикотение Перми закрепила геологию. В середине 19-го столетия, вы об этом знаете, Родрик Мурчиссон, шотландский, исследователь, геолог, открыл в рекаме эталонные проявления нового геологического периода. Он назвал его Пермиан, пермский. Мотивировав название, кстати, связью территории с древней армией. Надо сказать, что теоретическая тема, то есть тема подземных глубин, это тема всего Урала. Но в каждом регионе Урала эта тема имеет свои оттенки. Для Горнозаводского Урала и Екатеринбурга, как центра его, тема подземных глубин связана с темой минеральных подземных богатств, самоцветов. Для Южного Урала, с центром в Челябинске, с темой огня и металла, магнитка и так далее, и так далее. Но для Перми земная глубина, и в этом специфика, специфика вот этого места, земная глубина, это прежде всего глубина потаенной древности. Это рассказы Епифании о языческих культах, это биармия, таинственные образы пермского звериного стиля, это предания о чудских заколдованных кладах, городищах, могильниках, фантастические пещерные лабиринты, где, согласно современной неомифологической версии, таятся сокровища древних ариев. Об этом написан целый популярный роман Сергея Алексеева «Сокровище Валькирии». Апологеты пермского мифа взахлёб им зачитывались одно время. Вот так в русской памяти Пермь утвердилась, как место действия чудесного, магического, как заповедник живой архаики. Показательно в этом плане, я аргументирую, повесть Николая Гумилёва «Весёлые братья». Это повесть 16-го года, я не закончила. Замечательная вещь. Её герой молодой эттограф из Петрограда едет в Пермскую губернию собирать фольклор, а попадает в страну, которую называет автор «Страну безмерности», где его судьба круто меняется. Здесь, в Пермской губернии, он знакомится с членами таинственной секты и пускается с ними в странствие с загадочному городу, затерянному в глубине Уральских гор. Повесть наполнена мотивами магических практик и фольклорной жуки. Мотивы пермской памяти назвались у Бориса Пастернака, но я не буду на этом останавливаться, это отдельная самостоятельная тема. Но главное событие совсем недавней истории этой темы – это Алексей Иванов. Архаически великая, реконструирована для современного читателя в его романе «Сердце парно». Объясняя эстетику своего романа, Алексей Иванов говорит, что источник этой эстетики, образы пермского звериного стиля. В одном из интервью он очень хорошо сказал об этом. «Я старался писать так, чтобы мир у меня был такой же дикий, косматый, обломанный по краям, вышедший из каких-то непостижимых недр». Сама фразеология «непостижимые недра» – это пермский акцент, понимаете? Эксперимент ему удался вполне. Реконструированный Алексеем Ивановым «История перми Великой XV столетия» стала одним из самых ярких произведений русской литературы начала XXI века. Проделанное нами путешествие по источникам, питавшим образ перми, как земли таинственной, древней и магической, вполне объясняет, почему Иосиф Бродский представил Дягилева «Как гражданина перми, а никак не быть иначе». Дягилев в Венеции – посланец северной страны с ее магией и тайной. Вот на этом мы исчерпываем одну из ипостасей, очень приятную ипостась пермской памяти. Она увлекает, она будет воображением, нам хочется поселить Изра-Трустру сюда и многое другое. Мы развиваем мифологию, мы создаем новые мифологические конструкты, но под ними есть некая культурная реальность, понимаете? Она не на пустом месте растет. Но переходим дальше, переходим к Набокову. У пермской памяти есть другая грань. На ее след мы выходим в романе Владимира Набокова «Бен Синистр». В том эпизоде, где его герой, профессор Круг, уподобляет подъем на лифте в небоскребе, путешествуя сквозь пласты геологических эпох. Лифт несет его от ночи в киноватине, он придумывает эту интийскую революцию, через кишащую упырями провинцию Пермь. В оригинале это звучит немножко по-другому, оттенок пропадает, очень важный. Просите мой варварский английский, но я это прочитаю. «Through the ghoul-hunted province of Пермь». «Goul-hunted» – очень важный эпитет у Набокова. В метафоре Набокова переплетены несколько реминисценций. Здесь очень важная отсылка к стихотворению Эдгара по Улялюму. Это «goul-hunted» – кишащий вурдулаками. Таинственный лес в Улялюме – это приписывается здесь Перми. Здесь же отзвук из Пушкина, преминисценция из Пушкина. Вот пермские дремучие леса, населенные всякой нечистью, как окраина обитаемого мира. И здесь же пермский период. Все это знаки древней магической переми с ее авторическим колоритом. Но появляется и нечто новое – тема глухой и страшной провинции. Комментируя это место, Роман Набоков заметил, что помимо всего прочего, он имел в виду ужасы советских трудовых лагерей. Так перед нами открывается другая грань пермской памяти в русской культуре – глухая провинция, место изгнания и ссылки. И в этом образе историческое и символическое также образует неразрывное единство. Эта ипостась пермской памяти складывалась на протяжении всего XIX столетия и связана преимущественно уже с восприятием Перми как города. До наших дней употребления имени Пермь ощутим дуализм двух значений. Пермь как древняя страна, земля, народ и Пермь как город. И они не дружат между собой, между ними есть напряжение. А в XIX столетии, мы сейчас ощущаем этот контраст, а в XIX веке контраст этих значений был разительным. В величественной тени, которая отбрасывала память полулегендарной Перми Великой, губернский город терялся и по контрасту с ожиданиями казался особенно жалким. Но благодаря тому же контрасту типичные черты провинциального города в облике Перми приобретали в глазах наблюдателей особую насыщенность, рельефность и символизм. О Перми писали, как правило, по узнаваемым литературным лекалам губернского захолустья. Но в ее случае эти черты проводились как-то особенно густо, с особенным нажимом. Так, например, подчеркивалось обычно, что Пермь – это город искусственный, возникший не исторически, органически, не выросшие из земли, а возникший по приказу, как заметил Герцен, побывавший здесь в ссылке в 1935 году. Подобных вообще-то искусственных городов в ходе губернской реформы в России по столетия возникло немало. У всех у них был общий прототип – Петербург. Но в отношении Перми ее происхождение по приказу генерализировалось, и город приобретал черты призрачного фантома. Емкий по глубине обобщения образ города, существующего только на плане, оставил в своих очерках Мельников. «Если вам случалось, будущий большой писатель русский, колоритный, писавший о русском расколе, если вам случалось видеть план Перми, – пишет Мельников, «Не судите о нем, об этом городе. Это только проект, проект, который едва никогда не вполнение. Почти половина улиц Пермьки существует лишь на плане, поэтому с первого взгляда Пермь представляется городом обширным, но скоро вы едете во внушенность ее, увидите какую-то мертвенную пустоту». О той же пустоте, еще более выразительной, писал современник Пушкина Вигель, побывавший впереди в самом начале XIX века. И его формула, он написал, посудило формулу. Это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено было быть губернским городом. И оно послушалось только медленно. Представьте, какой образ. Как из финно-угорской пустоты корчесть вырастает нечего, да? Так, мамин сибиряк, который Пермь не любил, и поэтому это нужно учесть, называл Пермь не иначе, как измышлением административной фантазии. Ростло пермской поэтики с петербургской в этих репликах прослеживается отчетливо. Все это есть в описании к Петербургу. Сказывается оно и в ощущении пограничности города. Пермь стоит на географическом, это понятно, но Пермь стоит и на метафизическом рубеже. Далее Азия, Сибирь, вообще другой мир, нечто иное. По иронии судьбы, один из ручьев, служивший границей старой Перми, назывался Стиксом. Так и значилось на топографических картах. Иначе говоря, границей Перми была река мертвых. Через Стикс, куда мы попадаем? Известно куда. В инфернальных тонах описал свою встречу с Перми Герцин. Я продолжаю вот эти ассоциации. У него есть великолепный фрагмент о Перми, о путешествии в Перми. Его сослали в Перми в 1935 году. Картина очень выразительная. Замечу, что Герцин изучал итальянский язык по Данте. Он читал Данте, «Ад», пытался переводить. Как-то в пути на рассвете его разбудил лязкий звон железа. Я пересказываю его фрагмент. Коляска окружала партия каторжников. Полуобритые головы, угрюмые лица в скудном утреннем свете. Сверепый стражник, на гайкой стягавший заключенных. Герцин поспешил вернуться и увидел. На дороге стоял столб, на столбе медведь, на медведе Евангелие и крест. Он приехал в Пермь. Сцена на дороге живо напомнила ему образы Данте. Сидя под стражей в Крутицких казармах в Москве, Герцин занимался итальянским и читал «Инферно». Незадолго до въезда в Пермь на одной из почтовых станций сибирского тракта он даже нацарапал на оконнице строки, высеченные на вратах ада. И вот тут любопытнейшая вещь. Вот как звучит это у Данте. «Перме сиванель этерна долоре, перме сиванелла чипта доленте». Через меня идут в вечный город боли. Но складывается парадоксальная анаграмма. На вратах ада начертано имя Перми. «Перме через меня». Вот такое совпадение. И вряд ли, приближаясь к месту ссылки, он не распознал в этих строках имени города, где ему, как казалось, предстояло провести годы, годы и годы. «Перме». «Перме». Приехал. Ожидания оправдались, да дальше цитирую Герцена. «Перме меня ужаснуло. Это преддверие Сибири. Там мрачно и угрюмо». У такого восприятия города было историческое обоснование. «Перме» на протяжении всего XIX века следовал поток арестантов в Сибири. И в этом смысле «Перме» для тысяч и тысяч людей оказывалось преддверием кадржного ада. Много сын было и в самом городе, и до сих пор это мы не избыли. Два года с 1812-й год по 1814-й в Перми провел Михаил Спиранский. Загадочнейшая судьба в этот пермский эпизод. Кто об этом напишет, еще неизвестно. Отсюда он писал другу «Из всех горестных моих приключений сие было самое горестное. Видеть всю мою семью за меня в ссылке. И где же?» Перми. Имя гордо подано здесь таким выразительным, интонационным жестом окончательной безнадежности, что его смысл не оставляет сомнений. Пермь – это предел. Кстати, губернатором в это время в Перми был Гермес. В греческой мифологии Гермес – проводник душ в потусторонний мир через стикс. 20-й век не изменил кадржной ауры Перми. Пермский край стал одной из крупных провинций ГУЛАГа. В пермских лагерях побывали многие от Осипа Мудельштама и Варлама Шаламова до диссидентов 60-х-70-х годов. Итак, город, возникший из пустоты, усилием государственной воли, город-фикция, город-фантом, город, стоящий на границе бытия – вот вторая ипостась первой памяти в русской культуре. Именно она питала собой метафору Набокова. Вот такой город в пьесе Чехова «Три сестры». Он, словно, на краю обитаемого мира. Здесь даже в мае идет снег, а вокзал несуразно далек, в 20 верстах. «Город в драме – это город мертвых, откуда живым не уйти, как бы они этого не хотели. Как не выбраться с сестрам, оказавшимся здесь. Есть где-то другой мир, в котором они когда жили, но он недостижим. Граница с миром – и героиня обречена на медленное умирание, чувствуя, как каждый день по каплям уходят и силы, и молодости». В письме Горьком, отработанной пьесой, Чехов обронил, что действия трех сестер происходят в провинциальном городе, вроде Перми. Это не случайная оговорка. Она подсказана Чехову пермской памяти. Ни Владимир Набоков, ни Иосиф Бродский, с помощью которых мы очертили место перми русской памяти, никогда в этом городе не бывали. Но чтобы знать перм, нет необходимости здесь быть. Надо лишь иметь хорошо настроенный слух, фонетическую чуткость к местам памяти. Вот на этом я завершу свой очерк. Надеюсь, я уложился в регламент. Спасибо. Спасибо.